Всем привет! Сегодня я поделюсь с вами одной волшебной маской, которую поистине можно считать альтернативой ботокса. Эта маска очень простая и состоит всего лишь из одного компонента, но при этом нанесение этой маски будет целым ритуалом, благодаря которому на утро вы получите гладкое и свежее личико. Эту маску мы будем наносить на ночь. Есть много масок, которые рекомендуют как ночные, но не все они действительно такими являются. Во-первых, потому что в состав этих масок входят масла, глицерин, желток и даже вазелин. На мой взгляд, такие маски следует наносить на ограниченное время от 15 до 30 минут, а ночью кожа должна дышать, поры должны быть открыты для дыхания и восстановления кожи. Во-вторых, при нанесении масок, в состав которых входят перечисленные компоненты, можно запачкать постельное белье и волосы. В-третьих, при нанесении некоторых масок, вам придется позже всех лечь и раньше всех проснуться, чтобы не удивить и не рассмешить членов семьи. Маску, которую будем делать мы, можно считать идеальной, которая соответствует нашим ожиданиям и нашим требованиям. Простота, удобство и эффективность. Эта маска из семени льна, она действует как пленочная косметика, подсыхает на коже и фиксирует ткани лица в расслабленном состоянии. Разглаживает мелкие и глубокие заломы и фиксирует места их появления в этом состоянии. Расскажу о плюсах этой маски и покажу, как ее приготовить, а также поделюсь советом, как приготовить ее впрок на курс, чтобы не тратить время на ее приготовление каждый вечер. Плюсов у этой маски достаточно. Во-первых, она состоит только из одного основного компонента. Это гель из семени льна, который при высыхании образует воздухопроницаемую пленку и фиксирует ткани в расслабленном и разглаженном состоянии, благодаря чему мы и получаем эффект ботокса. Во-вторых, эта маска при высыхании не пачкает постель и прическу. В-третьих, вам не придется вставать раньше, чтобы не удивить рядом лежащего мужа. Маска практически незаметна на коже, а если муж проснется раньше, то увидит рядом с собой спящую красавицу со спокойным и умиротворенным выражением лица. И увидеть... Чего? Вот так точно не будет. Четвертый плюс. Это маска на водной основе, которая увлажняет нашу кожу. Кожа под этой маской дышит и восстанавливается. В-пятых, вам не придется использовать тейпы и пластыри для разглаживания морщин и заломов во время сна. Кожа после льняной маски становится идеально гладкой, но при этом не повреждается верхний слой эпидермиса. Итак, для того, чтобы приготовить нашу маску, нам понадобится семя льна. Две столовые ложки семени льна заливаем стаканом воды и ставим на умеренный огонь. Семя льна можно дополнительно промыть, чтобы удалить пыль. Если раньше нам было достаточно залить семя льна водой и оставить на полчаса, чтобы выделился гель, то здесь мы выжимаем все самое ценное из семени, для того, чтобы получился максимально густой гель. Поэтому после того, как мы заливаем семя стаканом воды, ставим его на умеренный огонь и провариваем 5 минут. Оставляем на 10 минут для остывания и процеживаем гель через сито. А для того, чтобы приготовить заготовки, которых будет достаточно на курс из 10 масок, разливаем наш гель по формочкам для льда. Если формочек для льда нет, можно применить формочки для кексов. Отправляем наши заготовки в морозилку и за 1-2 часа размораживаем и наносим на лицо в 2-3 слоя после высыхания каждого слоя. Если гель достаточно густой, то достаточно будет и одного слоя. Но перед тем, как нанести нашу маску, необходимо провести ритуал, который состоит из очищения кожи и расслабляющих приемов. Вы можете взять за основу комплекс, который я показывала в одном из видео. Это массаж не вставая с постели. Из этого комплекса стоит исключить один прием на раскрытие лица. Он является глубоким и его можно выполнять 1-2 раза в неделю. Остальные приемы из этого комплекса можно выполнять ежедневно. Ссылку на это видео я оставлю в закрепленном комментарии. А если у вас нет времени для просмотра этого видео, покажу отдельный прием на верхнюю треть лица, который позволит расслабить лобную и височные мышцы, сделать лоб идеально гладким, устранить нависание века и внешнего уголка глаз за счет расслабления лобной и височных мышц. После очищения кожи делаем глубокие проглаживания лба и височных зон. Во время выглаживания не теряем контакт с мышцами и кожей и передаем ткани как бы из руки в руку. Сохраняем натяжение тканей. Проглаживания глубокие. Этот прием выполняем уже лежа в постели. Стараемся расслабиться. Делаем этот прием 3-5 раз на каждую зону. Еще раз напомню. Во время выполнения этого приема не ослабляем воздействие, не убирая верхние руки, подключаем нижнюю руку, сохраняя натяжение в тканях. После мягкого проглаживающего массажа наносим наш фиксирующий гель из семени льна. Под гель не нужно наносить кремы, сыворотки и масла. Кожа должна дышать, но при этом можно воспользоваться ампульными концентратами. Например, аптечный экстракт алоэ или 5% аскорбиновая кислота для инъекций, которая отлично подойдет для кожи склонной к пигментации. Наносим на очищенную кожу любой из этих концентратов и после того, как он впитался и высох, наносим наш гель. Я буду использовать аптечный экстракт алоэ, который отлично борется с имеющимися воспалениями и хорошо увлажняет кожу. Нанесли экстракт алоэ. Мягко промассируем по массажной линии, чтобы экстракт алоэ впитался в кожу. И после того, как экстракт впитался, кисточкой наносим наш гель. Я наношу первый слой геля. Удобно его наносить кисточкой, но можно и руками. И после того, как первый слой геля подсохнет, можно наносить второй слой. Но уже после первого нанесения, после нанесения первого слоя, желательно принять горизонтальное положение, расслабиться и настроиться на сон. Как я уже сказала, если гель достаточно густой, то можно ограничиться и одним слоем геля. Во время нахождения с этой маской желательно спать на спине. Для этого необходимо подобрать идеальную подушку по высоте, для того, чтобы сохранить физиологичный изгиб шейного отдела. Если есть трудности в положении сна на спине, например, при усиленном лордозе поясничного отдела, то можно под коленные суставы подложить валик, чтобы снять нагрузку на поясницу. А если вы переживаете, что не сможете расслабиться лежа на спине, то можно сделать горячую ванночку для ног. Такой ритуал снимет усталость, а сон сделает крепким и безмятежным. Первый слой нашего фиксирующего геля подсох. Я нанесу второй слой. Единственный минус в этой маске, что мы не можем нанести ее на область шеи, так как кожа шеи очень нежная. И при высыхании вы можете почувствовать дискомфорт. Кожа начнет стягиваться, а это не очень комфортно. Если по каким-то причинам вы не можете спать на спине, то начните с малого. Наносите гель только на зону лба для устранения глубоких заломов. И спите на боку, на краю правильной подушки. После сна, после пробуждения, снимаем нашу пленочную маску. Постарайтесь незаметно пройти в ванную комнату, избегая любых контактов и разговоров, так как выражать мимику с этой маской очень сложно. Снимаем нашу фиксирующую маску очень аккуратно, чтобы не запачкать волосы. Влажными пальцами скользим по коже, периодически смачивая пальцы водой. Во время снятия этой маски можно сделать легкий массаж, скользя по круговой мышце, расслабляя, а можно сделать легкий лимфодренажный прием для устранения лишней жидкости от центра в стороны и спускаемся вниз по направлению лимфотока по боковой поверхности шеи. Вот таким образом смываем нашу маску. А если вдруг вы планируете с утра мыть голову, то покажу еще один завершающий прием, который усилит действие нашей маски. Смоченными руками делаем глубокие скольжения по лбу и височным зонам. Заходим на волосы, не боясь испачкать их. Такой прием дополнительно разгладит и расслабит ткани лица. И, как я сказала, усилить действие нашей маски с помощью расслабляющего приема. Смачиваем руки, смываем нашу маску. Затем сделаем лимфодренажный прием для отведения лишней жидкости. И после выполнения этих приемов принимаем душ. Напомню, что лен в составе домашних масок подходит для любого типа кожи и справляется со многими проблемами. Устраняет сухость и шелушение, разглаживает морщинки, осветляет кожу склонной к фигментации, увлажняет кожу и сужает расширенные поры. Эту маску, а точнее этот комплексный уход, можно выполнять ежедневно курсом 10 дней. Обязательно его попробуйте и напишите в комментариях ваши впечатления. Мне очень важно получить обратную связь об этом уходе, так как я считаю эту ночную маску лучшей. Если это видео было вам полезно, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, рекомендуйте друзьям. Не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропустить новое видео. Кстати, этот гель-то можно использовать как в стайлинг. Так что я не буду мыть голову, наверное. Ну все, свежа, как восьнеклассница. Да? Такого еще на нашем канале не было. А что такое? Оксана сушит волосы. В треном эфире. В рятом эфире. В тихо. В рятом атаке. Субтитры сделал DimaTorzok